Каждая игра в чемпионате Беларуси важна для любого клуба. Но вот этот, десятый, заключительный тур республиканского перенеса был особенно важен для «Жемчужной Полесье» команды, которая поставила перед собой задачу на этот сезон быть четверки лучших клубов отечественного волейбола. Что касается последнего тура с «Атлантом», то это очень интересный тур. Нам необходима любая победа, или два очка, или три очка. Ну, девчонки расстроены все на 100%. Единственное, что Кудилинская и Юля у нас заболела. Еще не стерся с памяти тот разгром, который учинил «Жемчужни» «Атлант» в четвертьфинале Кубка Беларуси. И у болельщика Мозорского клуба вполне обоснованно возникали опасения на предмет достойного противостояния своего любимого клуба и на этот раз. Но началась игра, и полейские волейболистки сразу вырвались вперед в счете. Казалось, они сумеют взять реванш. Однако, на сегодняшний день, в силу разных причин, не все «Жемчужинки» пребывают в оптимальной форме. И ряд досадных ошибок вначале свел на нет стартовое преимущество «Мозорской» команды, а после позволил хозяйкам площадки выиграть первый сет, затем второй и третий. Правда, все три партии «Атлант» выигрывал в упорной борьбе, но все же, все же. Я доволен. Доволен. В общем, можно было сыграть чище немножко, но, в принципе, задача поставленная команде была выполнена. Конечно, доволен. Счет говорит за себя. Три ноты. Команда в целом сыграла неплохо. Были, конечно, немножко срывы на приеме, немножко где-то в нападении, тоже так на блоке. То есть были провалы, но так справились, в принципе. Впрочем, после первого поражения задача для «Жемчужной Полеси» осталась прежней – одна победа. А вместе с ней и более легкий соперник на первой стадии раунда плей-офф. Но то ли «Мазырянки» слишком сильно настроились, то ли наоборот недостаточно. Однако в первом сете второго матча «Жемчужная Полеси» установила антирекорд нынешнего сезона – поражение со счетом 7-25. Здесь уже самые преданные болельщики нашей команды приуныли, но правы те, кто говорит, что женский спорт не поддается никакой логике. Вторая партия уже осталась за «Жемчужиной» 25-20 и вполне могло так сложиться, что «Мазырская» команда одержала бы сенсационную победу. Но некоторые наши девчонки так и не смогли найти в себе силы сыграть на уровне лидера чемпионата. И как следствие, второе поражение «Жемчужной Полеси» со счетом 1-3. У нас игра была провальная. Первая партия, мы сами на себя были не похожи. Но, как правило, после таких перепадов команда поднимается, и мы стали лучше. Вышла на замену Насте Казаченко. Вот если первый день она уже не была похожа на себя, то второй день она помогла. При ее травмах и проблемах человек с характером. То, что я сказал на собрании, и, наверное, вот ее хотелось бы выделить, насколько она готова, она старалась. У меня есть претензии серьезные к Наташе Дедицкой. То есть уже игроку не 15 лет, и не 17 лет. От нее мы ждем большего, но проявить себя она никак не может. Она плывет по течению, но у нас это не устраивает. Несмотря на поражение, достойный лестных слов Татьяна Сирик, Мария Кристина Бастаман-Толобко, и в особенности Людмила Капитан с Анной Капко, который проводит, пожалуй, лучший сезон в своей карьере. Вообще готовились хорошо. Тяжело играть в чужих стенах. С лидером, с первым местом прошлого чемпионата. Очень тяжело играть, потому что у них четко налажена игра. Ну что же, по итогам регулярного чемпионата «Жемчужная Полесья» заняла четвертое место. И теперь в одной четвертой финала ей предстоит встретиться с Могилевским коммунальником. А при условии победы Мазарьянок будет ждать вновь тот же Атлант, но уже в полуфинале 22-го чемпионата Беларуси среди женских команд. Субтитры создавал DimaTorzok